Здание ростовской студии кинохроники в центре Ростова построили в 1952 году по проекту одного из лучших архитекторов города – Льва Эберга. Осносить начали в феврале прошлого года. Причем зашли с тыла, поэтому разрушение ростовчане заметили не сразу. За считанные дни историческое здание исчезло. Остались только барельефы, украшавшие фасад. Барельефы стоят и медленно разрушаются на территории фонда. И вот как будет дальше – непонятно. Потому что был вариант архитектора Жукова, который предполагал офисное здание, которое должно было появиться. Потом вроде бы разговоры были о том, что нет, будет воссоздан облик той кинохроники. Судьба здания кинохроники, которому так и не успели присвоить статус памятника истории и культуры, остается подвешенной. Рядом в списке уничтоженных объектов исторического наследия – здание на улице Социалистической, 13. Еще совсем недавно здесь стояло здание конца 19 века – образец неоклассического стиля. Оно было жертвой так называемой регенерации объекта. Собственники здания решили, что нужно убрать внутри все перегородки, вырыть котлован, скорее всего, для расширения площади. Но фасадная стена не выдержала и, к сожалению, рухнула. Теперь собственник здания обещает полностью восстановить этот памятник архитектурам. А 30 января прошлого года ради строительства элитного жилого комплекса снесли дом Титовой на улице Просвещения в Новочеркасске. Сохранить здания бывшей городской усадьбы не смог даже главный архитектор города Василий Кузьменко. Проблема снос архитектурных памятников на Дону стоит давно и намного прочнее зданий. Вся историческая застройка подвергается вот этой вот эрозии антикультурной. И разрушаются здания, сколько это зданий, которые замечают, а сколько исторических зданий, которые не стоят на охране, по-прежнему непонятно почему. Всего в рейтинг хранителей наследия вошли 84 исторических здания. Среди них, например, комплекс домов купца Привалова, фасадная стена литийного цеха Зила в Москве, корпуса фабрики Коншина с палатами 18 века в Серпухове. И никто не может гарантировать, что завтра другие старинные здания не будут разрушены новыми собственниками. Ася Скрыникова, Юрий Санкин, Дону.